Интересная история получается Самоизоляция, говорит Народ, говорит, идет в магазине, подходит к яблокам Каждый трогает это яблоко Бросает, идет дальше То есть По большому счету, опять же, к вопросу о самоизоляции Я думаю, это безобразие То есть, ну, никакой ее и нет По факту-то, если мы сидим по домам, потом выходим в магазин Действительно, за эти яблоки хватаемся, за, не знаю, там, консервные банки Там, что-то, ставим обратно И вот он, контакт через эти вот продукты Так что, как бы, самоизоляция не работает А работает, ребята, если на то бы пошло Всегда работала молитва И не закрытие храмов Тем более, в такой праздник, как Пасха Великий праздник Но кто может это закрыть? То есть, да пусть даже этот вирус есть, да Но, допустим Это зараза есть Так это первым делом надо храмы открывать Потому что Только там всеобщая молитва А там, где двое и более во имя меня Там я, говорит Господь Так что, если там, допустим, в каждой деревушке где-то храм какой-то есть Или чего-то, или нет храма Так все равно где-то организовать такое, как бы, молебны и так далее Сборы всех И вот тогда будет усиленная молитва всей страной Общее покаяние И тогда будет результат А то, получается, давайте-ка будем сидеть дома Выходя в магазины встречаться Через яблоки, как бы сказать, передавать Все, что на руках есть Сопельки и так далее И слюни А храмы будем закрывать То есть, ну, понятно, что И на что это направлено Где-то здесь у меня Это направлено все на обратку Глядите, джентльмены На обратные процессы То есть, давайте То есть, кто это Кто Кто может звать наоборот От Бога То есть, не призывает К Богу А от Бога давайте пойдем, получается Но только враг Бога Кто он? Ну Пишите в комментариях Кто этот зверь рогатый? Опа А, витцы Говорят, что такое витцы? Да вот они, витцы, вот Торчат Спицы Так, ну, что там? Что там у Лехи? Я сегодня один без Лехи Что там у Лехи? Леха был сегодня Видите, у него неполное Только началось Ладно Ну, вот скажете, леди джентльмены Безобранничаешь Оставляешь Вот так капает все Делать тебе нечего То есть Там туда тебе и дорога Бездельник Там что-нибудь напишут Вот давай делать нечего Сок собираешь А ведь не я это придумал себе У меня были заказы Хотя сейчас не сезон У меня была работа на апрель На май Там неизвестно, что с маем вообще Что с заказами Ну, вот я думаю Что при таком темпе За сутки-то набежит Неплохо так Ну, скажем так Завтрак вечер Должно набежать Кто же это Поет Факт, что с метро Вопрос Что значит Самоизоляция Если Народ ездит в метро И то есть уже Изоляции нет Второй момент Это с этими Нашумевшая история С этими Средствами защиты Я про маску уже не говорю Ну, эти спецхалаты-то разные Защитные Вот, говорит Нужно, говорит Ну, он как одноразовый Знаете Ну, сравнение Не буду проводить Аналогию Сами проведете в комментариях Значит Его, говорит К одному больному съездил Уже надо менять Одноразовый он считается Ну, там, типа Целый день Вот они там врачи С памперсами Со взрослыми И разными Значит Работают И им в туалет нельзя Ну, какая-то вообще сказка Мистика просто Значит В туалет нельзя даже Все это под себя ходят В памперсах Дело не в этом Вот, значит На скорой Он к одному приехал, говорит В одном костюме А потом Ко второму едет В этом же костюме Так получается Если он Допустим От больного едет Он уже как бы Костюм у него заражен И приезжает К Не больному А просто у него там Простуда Просто простыл То есть К здоровому Ну, как бы Не коронавирусам И вот, допустим Что, получается За день выездов Там Пятьдесят И по пятьдесят Надо менять Этих халатов Этих костюмов Спецзащиты Нет, конечно Никто не меняет Вот он В одном и том же Раскатывает Катается Так что Много таких Противоречий Интересных Наталкивающих На то Что Станиславский Был бы Сказал Не верю Ну, то есть Вот Пишешь сценарий И где-то Вот немножко Одно с другим Не совпадает Логики нет Вот Поэтому Тут надо Что-то дополнять Либо переписывать Сценарий То есть Композиционная Структура Нарушена Так что Ребята Вы Пишите Ваши варианты На этот счет Как вы думаете То есть Что это такое Что за безобразие Что за постановки Театральные И вот Значит В Китае Отгремело Все Хорошенько Раз Там уже Вроде как Тишина Как позвоночку Да Но Потом там Пошумели Блогеры Общаются С итальянцами Там С Италии Совершенно Говорит Тоже Кого бы найти Ну два человека Говорит Заболели Там Умерли Два Одному Девяносто Там девять Другому Под сотню лет То есть Такая история Ну журналистка Там одна То есть информация Такая Говорит Летает Разная Что Фейк на фейке Поэтому Не смотрите Сильно Телевидение А думайте Сами И решайте Сами Как бы Наблюдайте Вот Трезвонят В телеке А по факту Ничего нет Ничего нет Леди джентльмены Только шумиха Но я не говорю о том Что Если нет То и не будет Это может быть Могут Запустить Что-то более То есть проблем То нет Более реальное Да Скажем В метро Или где То есть реальный Запустить От травы И тогда Сценарий Пойдет Уже Лихой Но Тут же Хочется Чтобы Если я Запускаю Должен Ведь я Как-то Управлять Этим Процессом То есть Средствами Массовой информации Я могу Управлять У меня Есть рычаги Влияние А вот Когда Зараза Реальная Пойдет От человека К человеку Тут ведь И я Как режиссер Могу Пострадать Поэтому Сложности Возникает Ну хотя Может быть Антивирус Так называемый Если я Запускаю Вирус У меня Должен быть Антивирус Вот такая История Леди Джентльмены Ну пойдемте Туда сначала По Зайчьей Тропинке Так что Думайте Сами Решайте Сами Народ Обманываться Рад Сделали мы Вывод Однажды Анализируя Одну тему Лохотроны И так далее А это Это же все Те же игры Но вопрос В другом Ну и что Вот я знаю Что это Большая Глобальная Игра Я Маленький Человек Маленькая Шестеренка Болтик В этом Огромном Божьем Мире И что я могу Сделать Что я могу Сделать Как я могу Скажем так Если работать Но я не смогу Переубедить Огромную массу людей Скажем так Нет ребята Давайте Не закрывать банкеты Их же штрафовать будут То есть видите Как продумано А экономика стоит То есть Огромные деньги Пролетают мимо Многие банкротятся Как один там Врач сказал Наоборот Болезни Появятся От негативной Информации От негатива Когда человеку Постоянно О негативе Говорить То У него Иммунная система Ослабевает И тут Получается Что он Быстрее Как бы Он может Заболеть Не от вируса А от этой Информации От этой Негативной Информации Которая С утра До вечера Ему Вливается В мозг А я знаю Таких людей Которые С утра До вечера Смотрят Этот ящик Вот Понимаете Так что Как бы Первонаперво Это конечно же Не смотреть Дезинформацию Не смотреть Оглянуться вокруг Посмотреть Что у нас На дворе Весна Божий мир Не забываем Божий мир С утра Молитва Попросил Господа Что захотел И с вечера Молитва На ночь И просишь Все что хочешь Как у отца То есть Мы дети его Так что Уж Как говорится Как будто бы Ребенок У папы Просит что-то Ну разве Папа Дитя Своему Плохого Посоветует Откажет Конечно нет Он Сделает все Чтобы Во благо Ему Но иногда Мы начинаем Плакать Иногда мы Кричать Начинаем И топать Ножками Что какая Несправедливость Папа мне машинку Не покупает Или там Не знаю Не дает Вилкой играться Да Или еще чем-то Или электричеством От розетки Меня Это Отвел Почему Он хочет добра Он не хочет Чтобы тебя Ударило током И так далее Чтобы ты там Этим ножиком Порезался То есть А мы Не понимаем Зачастую Ну Это Насчет Вот этого Вируса Конечно Тоже Есть такая Информация Что Попущено Господом Чтобы Немножечко Мы Поняли Что Как бы В одночасье Может все Поменяться Все твои Что ты думаешь У тебя гордыня Ты такой думаешь Я царь Я король этого мира Нет Что вот Вот Просто из-за каких-то Крутки Кучки людей Ну не знаю Сколько их там Может поменяться Все То есть вот таких Вот Или из одного Злодея Какого-никак Это бывает Знаете Бывает один Злодей Или два Или группа Целый город Держит Да Вот в чем В чем Фишка Или все Стадо Одна лисица Или курятник В страхе Держит Одна лисица То есть вот так Что сказать Весну Никто не отменяет Божьи процессы Идут Господь Как правил Этой землей Как управлял Так управляет Ну и собственно Законы его Продолжают действовать А в частности Заповеди Так что Что можно сказать Только По пути к свету По пути к солнцу Только С Богом Только соблюдая Его законы Ну и конечно же Изучая Его слова Ведь слова сказаны Во все времена И на все времена К удивлению Так представишь Думаешь Ну что думали Вот люди Когда революция была Или там В годы войны Вот это наверное Все Вот он финал Или вот Там И в восемнадцатом году Тоже уже Видимо Какую-то чуму Там Нагнали На народ Травили Россию И вот сейчас Это что Конец Это финал Это все Сейчас все Мы умрем Вот такой звоночек Такое попущение Чтобы немножко Мы подумали И задумались Во-первых Что Корону надо снять С эгоизмом Бороться И так далее То есть Немножечко Повернуть Свой взгляд Свой взор Свою душу Свои действия Стремления В духовную Сторону В духовном направлении Дабы Все может Закончиться Очень быстро И неожиданно Для Каждого из нас Ну что сказать Вот так Немножечко На эту тему Волнующую вас В поэзии Ничего не отражаю Время покаяния Не могу ничего говорить Душа находится В таком Покаянии Уже Ну это великий пост Это весь пост Покаяния Поэтому никаких Сильно поэтических Мыслей нет Никаких Произеических И ничего такого Чтобы с вами Сильно Поделиться Но Если что-то Будет появляться Я буду с вами Делиться Обязательно Записывать что-то Пусть даже здесь Из этой глубинки Вятской губернии Следите за каналом Ставьте грозные лайки Подписывайтесь на канал Здесь говорят правду Как говорит товарищ Алексей Я пришел За березовым соком Пойду поставлю И подумаю о том Что же все-таки Может сделать Один маленький человек Михаил Говорят Один в поле не воин А я думаю Что воин Ведь Бросаясь на амбразуру Боец Солдат Закрывает Дзод Закрывает Пулемет И Целый взвод Рота Поднимается И берет вершину Вершина за вершиной Вершина за вершиной И Постепенно мы Подходим к победе Ну и ступенька по ступеньке Подниматься нужно К свету К солнцу К Богу То есть То есть